Счастлив тот, кто счастлив у себя дома Семья — это общество в миниатюре, от целостности которого зависит безопасность всего большого человеческого общества Жизнестойкость брака решает прочность одеяла, которое каждый из супругов тянет на себя Брак представляет собой отношения между мужчиной и женщиной, где независимость обеих сторон одинакова, зависимость обоюдна, а обязательства взаимны Брак должен быть бесконечным взаимным воспитанием Брак не может быть счастливым, если супруги до вступления в союз не узнали в совершенстве нравы, привычки и характеры друг друга Любовь так плохо выносит домашние дрязги, что для прочного счастья нужно найти друг у друга, выдающееся качество Жена не любовница, но друг и спутник нашей жизни, и мы заранее должны приучиться к мысли любить ее и тогда, когда она будет пожилою женщиною, и тогда, когда она будет старушкою Брак — это проект, а не любовь всей жизни. Любовь если она есть, просто его украсит Брак сообщество, состоящее из господина, госпожи и двух рабов, общей численностью в два человека Брак — как лотерея, и каждый верит, что именно в его билете — главный приз Супружеская любовь размножает человеческий род, дружеская совершенствует его, а безнравственная развращает и унижает Долгожителям брака, и тюрьма не страшна Брак — это счастье одному нести два креста Брак — это два противоположных мнения, которые спят вместе Брак — способ придать взаимоотношениям между полами, цивилизованный вид Вступив в брак, мы узнаем, что Камасутра бывает и без секса Брак есть правовая нравственная любовь. При таком определении из последней исключается все, что в ней приходяще, капризно и субъективно Качественные отношения легко могут перерасти в брак, но брак в качественные отношения обратить трудно От штампа в паспорте избавиться можно разными способами, и по разным причинам, от штампа в сердце не избавиться никогда, даже если на то есть причины Брак — попытка управлять чувствами. Любовь за любовь, забота за заботу, обида за обиду. В ином случае, жертва брака не совсем счастливый человек Тот, кто женится из-за богатства, продает свою свободу Счастливый брак — это взаимные обязательства. Обязательства без напряга Если человек воспринимает семью как большую ценность, то брак будет крепким. Где сокровища ваши, там и сердце ваше Когда мы считаем, что весь мир от нас без ума, мы даже не подозреваем, что думает о нас наша собственная жена Счастливый брак — это когда ухаживания не заканчиваются после штампа в паспорте Совместная жизнь — это обоюдные обязательства, разбавленные удовольствиями Я знаю только одну причину разрушившихся отношений, она совсем не связана со штампом в паспорте Недосказанность. Все начинается с нее Основа успеха при заключении счастливого брака. Главное, чтобы никто не чувствовал себя заключенным Брак — это не только четыре ноги в кровати Безравенства нет брака. Жена, исключенная из всех интересов, занимающих своего мужа, чуждая им, не делящая их, наложница, экономка, нянька, но не жена в полном, в благородном значении слова Если после брака вам пришлось отказаться от своего хобби, значит вы любите больше, чем любят вас Хроническая нехватка чувств в браке — вот главная причина, по которой человек ищет любовь на стороне Человек, строящий свой дом на одном сердце, строит его на огнедышащей горе. Люди, основывающие все благо своей жизни на семейной жизни, строят дом на песке Подлунный мир устроен так, что нет гарантии на дам, коль согласился ты на брак, то исправляй дефекты сам Брак с дамой, у которой уже есть ребенок, это тест на прочность характера мужчины и ум женщины Браки совершаются на небесах, но там не заботиться, чтобы они были удачны Счастливый брак — это когда первым говорит мужчина, а женщина молча слушает, затем говорит женщина, а мужчина молча делает Одностороннее самопожертвование — ненадежная основа совместной жизни, потому что оскорбляет другую сторону Домашний очаг должен быть не местопребыванием, а местом, куда мы всегда возвращаемся Брак без любви — это узаконенная проституция Лишь сильная любовь может загладить те мелкие недоразумения, которые возникают при совместной жизни Всякая социальная доктрина, пытающаяся разрушить семью, негодна и кроме того неприменима. Семья — это кристалл общества Развод — это предохранительный клапан супружеского котла Молодые жены старых мужей обычно еще при жизни мужа думают о том, кто утрет им слезы Удачный брак — это строение, которое нужно каждый раз реконструировать Жить только для семьи — это животный эгоизм, жить для одного человека — низость, жить только для себя — позор Супружеская любовь, которая проходит через тысячу случайностей, самое прекрасное чудо, хоть и самое обыденное Жены, которые предпочитают помыкать глупым мужем, нежели слушаться умного, напоминают Таких, кто в пути предпочитает вести за собою слепца, чем идти за человеком зрячим и знающим дорогу Хорошая жена — спасение жизни Хорошая семья та, в которой муж и жена днем забывают о том, что они любовники, а ночью о том, что они супруги Напишите пожалуйста в комментарии какая из цитат, вам больше всего понравилась Пожалуйста не забудьте поставить лайк, и подписаться на наш канал Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok